На встречу с представителями общественных организаций района приехал заместитель руководителя Главного управления социальных коммуникаций Московской области Валерий Николаевич Шуткин. Встреча проходила в районной администрации. На нее были приглашены представители общественных организаций, действующих в районе, как из местных, так и из региональных и общефедеральных отделений. Основным вопросом, которому был посвящен приезд в район одного из руководителей Главного управления социальных коммуникаций областного правительства, это начавшееся повсеместно проведение формирования состава Общественной палаты Московской области следующего созыва. Полномочия членов действующего состава истекают 9 сентября 2018 года. Кандидаты в ее новый состав в ближайшее время должны быть названы на собраниях во всех общественных организациях. Валерий Шуткин отметил, что для людей с активной жизненной позицией, для тех, кто занимается работой в общественных организациях, это станет их непосредственным участием в совершенствовании институтов гражданского общества. В Московской области достаточно широко представлены наши институты гражданского общества в лице общественных организаций, некоммерческих организаций, социально ориентированных НКО, общественными палатами. То есть, широкая палитра. И самое главное, за последние годы наши общественники доказали свою эффективность. Эффективность неравнодушиям. Эффективность через проявление внимания к мелочам, которые сопровождают, например, серьезные проблемы. И из этих мелочей складывается, в общем-то, эта проблема. Новый состав общественной палаты Московской области будет формироваться, как и раньше, на одну треть губернаторам Московской области, на треть Московской областной думы, а остальная треть здесь, в районе, причем по новому законодательству. Право выдвигать кандидатов теперь предоставлено только общественным организациям. Это должно существенно повысить результативность работы нового состава общественной палаты, ответственность ее членов перед выдвинувшими их общественными организациями. Председатель районной общественной палаты Александр Макаров отметил, что на эту минуту никакого заранее утвержденного списка кандидатов не существует, и что он ждет предложений по этим кандидатурам от всех общественных организаций. Мы в палате там тоже рекомендовали, ну, сейчас, сегодня рассматривали кандидатуры и рекомендовали, хотя у нас есть там, вот, и Таня Конова, менеджер года по Российской Федерации стала там, и люди, которые занимаются благотворительным, в хорошем смысле слова, вот, есть у нас заслуги, службные, военные, ветеранские организации, ничего нет. И поэтому, вот, к словам добавленного Валерия Николаевича, надо каждой организации попробовать. На встрече отмечалось, что роль общественных организаций в решении насущных вопросов местной жизни растет, и потому необходимо ответственно отнестись к формированию областной общественной палаты как к одному из важнейших институтов развития гражданского общества. Если говорить об общественной палате и общественных организаций Щелковского района, то она не только по своей численности, здесь, посмотрите, у нас сама палата 45 человек и порядка 95-96 общественных организаций разной направленности, общероссийские региональные отделения, региональные и местные отделения и так далее. И все это большая коалиция, на которую опираются органы местного самоуправления. На встрече состоялось также награждение общественников района, отличившихся в работе в 2017 году знаками общественной палаты Щелковского муниципального района во благо Щелкова. Андрей Цихадович, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.